Сегодня я расскажу коллегам о крайне редкой опухоли, которую мы уже обсуждали. Эстезия нейробластома или альфакторная нейробластома. Впервые опухоль была описана в 1924 году европейскими исследователями. Учитывая тот факт, что опухоль крайне редкая, переведя это на конкретные цифры, в 2000 году было опубликовано исследование датских коллег, которые показали, что первичная заболеваемость данной опухоли составляет 0,4 на 1 миллион человек в год. Если пересчитать данный показатель на настоящее население Российской Федерации, то в год мы получаем в среднем 58 случаев данной опухоли, что, безусловно, крайне редко, что и затрудняет вообще, в принципе, диагностику данных опухолей, а также проведение различных клинических исследований для определения оптимальной тактики лечения. И поэтому в большинстве случаев мы приходим к тому, что группируем несколько гистологических подтипов опухоли полости носа и уже определяемся с тактикой лечения. Относительно клинических проявлений наиболее часто отмечается затруднение носового дыхания, связанное с обструкцией носовых ходов, рецидивирующие носовые кровотечения, симптомы синусита и застойным отделяемым носовых ходов. Крайне редким проявлением данной опухоли является так называемый синдром Пархона или неадекватная секреция антидиоретического гормона. И всего в мировой литературе описано всего лишь два случая такой манифестации данной опухоли. Согласно рекомендациям, о которых уже говорила Эземи Арахмедовна, конкретных рекомендаций по лечению эстезионеробластома как таковой нет. И данный гистологический тип опухоли входит в группу опухолей решетчатого лабиринта и полости носа. При этом основное внимание занимает при диагностике осмотр мультидисциплинарной команды для принятия решения о тактике лечения, включающей лучевые методы диагностики, о которых уже говорила Ольга Игоревна. Что интересно, было проведено достаточно интересное исследование, опубликованное в 2012 году в журнале отделной медицины, по клиническому применению позиторно-эмиссионной компьютерной томографии. Было включено всего лишь 28 пациентов за промежуток времени с 2000 по 2010 год, и было показано, что максимальное накопление первичной опухоли составляло примерно 8,68. При этом диапазон находился от 30,60 до 23. При этом, что важно, при применении метода ПЭТ-КТ-диагностики, изменение стадии было отмечено у 11 из 28 пациентов, что соответствовало 39%, а повышение стадии, согласно классификации КАДИШа, о которой также мы уже говорили, составило 38%. В ряде случаев, опять же, описано несколько клинических случаев стезио-наэробластомы, которые являются гормонально активными. И в ряде случаев используется метод диагностики, который называется КТРАСКАН, с использованием специальных радиофар-препаратов к рецепторам самостатина. И в ряде случаев это поможет повысить точность диагностики и правильно стадировать опухолевый процесс. Классификация КАДИШа, о которой мы уже говорили, была впервые предложена в 1976 году и была основана на анализе данных всего лишь 17 пациентов. В 1993 году Морита с авторами модифицировала данную классификацию, добавив четвертую группу пациентов, у которых имеется распространение опухоли с регионатными или отдаленными метастазами. Данная модифицированная классификация была основана на анализе всего лишь 49 пациентов, пролеченных в клинике Мэйо в период с 1951 по 1990 год. Следует отметить, что клинически важно подразделение всех пациентов на две большие группы, включающие себя подгруппу А и Б и группу С и Д для принятия клинических верных решений относительно тактики лечения. Гистологическая классификация также помогает определиться тактическое лечение и, прежде всего, определяет прогноз данных пациентов. Чем выше грейд по данной классификации опухоли, тем, как правило, ниже показатели как общей, так и безоэффективной выживаемости. Эта классификация была опубликована в 1983 году. В 2001 году авторами был проведен метаанализ по эстезионеробластоме, который включил в себя анализ 26 исследований и 390 пациентов в период с 1990 по 2000 год. И была попытка привести классификацию эстезионеробластомии к привычному онкологу системе ТНМ. Было показано, что общая пятилетняя выживаемость данных пациентов составляет 45%, пятилетняя безоэффективная выживаемость – 41%. При этом важным прогностическим фактором является наличие метастазов лимфатических узлов шеи, при наличии которых пятилетняя безоэффективная выживаемость значительно снижается. В 2019 году достаточно свежее исследование, которое было опубликовано в престижном журнале первого квартеля «Ларингоскоп», говорится о том, что региональное метастазирование наиболее часто наблюдается в лимфатических узлах второй группы. Так было отмечено, что из 381 пациента региональное метастазирование было отмечено у 20 пациентов в данную группу шейных лимфатических узлов. Поэтому исследование основывалось на анализе так называемой CIRC-датабазы. В 2016 году исследователями из Мемориус Ло-Кеттеринг было пройдено также исследование, которое оценивало вероятность метастазирования в региональные лимфатические узлы шеи и отдаленные метастазы. Так, наиболее часто исследователям было показано, что отмечается региональное метастазирование в лимфатические узлы группы 2b, 2a и третьей группы лимфатических узлов. Также было отмечено, что в 25% случаев отмечается региональное метастазирование в ретрофарингеальные лимфатические узлы. При анализе вероятности отдаленных метастазов также была показана положительная корреляция с группой по классификации КАДИШ от 1993 года. Так, например, при группе КАДИШ-А 10-летняя вероятность развития отдаленных метастазов составляет 20%, а при КАДИШ-Си 57,8%. В то же время, такой прогностический фактор, как инвазия опухоли в твердую мозговую оболочку, является очень важным, поскольку данные анатомические исследования показали наличие лимфатических сосудов в этой зоне. В 2018 году было опубликовано исследование, которое оценило клинический опыт клиники Мэя в период с 1994 по 2015 год. В анализ был включен 61 пациент, при этом у 34 из них отмечалась инвазия в твердую мозговую оболочку. При этом при наличии инвазии опухоли в твердую мозговую оболочку наличие положительных лимфатических узлов шеи, то есть наличие метастатического поражения, составило 50%, в случае отсутствия данной инвазии всего лишь 22%, при этом отмечена статистически значимая разница. Также была оценена вероятность билатерального распространения метастазов регионально-лимфатических узлов шеи, так, в случае наличия инвазии в твердую мозговую оболочку она была отмечена у 11 из 34 пациентов, в случае отсутствия инвазии у 2 из 27 пациентов. Проведено значительное количество исследований, оценивающих варианты лечения данной патологии, включающих сочетание хирургического лечения, химиотерапии и лучевой терапии. Однако следует отметить, что, во-первых, из-за того, что опухоль достаточно редкая, количество пациентов о наблюдении достаточно маленькое, и второе – это длительный период наблюдения, который включает, по сути, десятилетия. Если говорить о хирургическом лечении, то в 2021 году была опубликована статья, которая сравнивала результаты открытой эндоскопической резекции стезио-неробластома. Было оценено 533 пациента, у 51 пациента была выполнена открытая хирургия, и у 257 пациентов выполнено хирургическое удаление использования эндоскопических доступов. При оценке общей пятилетней выживаемости в группе открытой хирургии она составила 75%, в случае эндоскопической хирургии – 81,9%. Однако следует сделать важное замечание, что в группе эндоскопической хирургии превалировали пациенты с опухолями согласно стадии по Кадиш А и Б, то есть это ранние стадии заболевания. В 2016 году было опубликовано исследование китайских коллег, которые оценивали ретроспективно результаты лечения 113 пациентов в период с 1979 по 2014 год. И был выполнен анализ выживаемости в данной группе пациентов в зависимости от различных подходов к лечению. Так, в группе предоперационной лучевой терапии из последующей хирургии отмечались наиболее высокие показатели общей выживаемости и регионарного контроля. А при этом одним из факторов риска возникновения регионарного рецидива, риска смерти и отдаленного метастазирования была распространенная стадия по системе Кадиш и наличие регионарных метастазов. В 2016 году было опубликовано исследование, которое проанализировало опыт достаточно крупного американского центра, МТ Андерсон Cancer Center, и включало 71 пациента в период с 1970 по 2013 год. Исследователям был задан научный вопрос, отнижает ли селективное облучение лимфатических узлов риск регионарного рецидива у тех пациентов, у которого клинически не определялось наличие метастатического поражения шеи. И при анализе данных пациентов при медиане наблюдения в среднем 82 месяца было показано, что у тех пациентов, у которых было избирательное облучение регионарных лимфатических узлов при отсутствии признаков регионарного метастазирования, показатели пятилетней и десятилетней выживаемости были значительно выше, чем в группе без селективного облучения. Также существует небольшое количество исследований, и одно из них было опубликовано в 2017 году, которое оценивало роль протонной терапии в лечении данной когорты пациентов. Так, исследователями из Японского национального онкологического центра в период с 1990 года по 2012 год было пролечено 42 пациента с применением протонной терапии. И при этом было показано, что средние показатели общей выживаемости также варьировали от степени распространенности опухолевого процесса по системе КАДИШ. И, например, в случае распространенных опухолей, которые соответствовали третьей категории, пятилетняя безрецидивная выживаемость составила 39%. Также в литературе в настоящий момент обсуждаются вопросы на эвадемантной химиотерапии перед проведением либо хирургического лечения, либо проведения радиотерапии. И последние из них датированы в 2011 году, но сейчас идет новая волна обсуждений этого вопроса на фоне появления новых лекарственных препаратов и оценки эффективности для данной группы пациентов. Также в 2014 году было опубликовано исследование, которое оценивало применение радиохирургии в лечении рецидивных опухолей. И всего лишь в это исследование было включено 13 пациентов, у которых на эти 13 пациентов приходилось встретиться на рецидивную опухоль. Исследование было проспективное, когортное и занимало 21 год. И было показано, что при медиане наблюдения в 36 месяцев частичный ответ был отмечен у 48% пациентов, стабилизацию 41% пациентов. Спасибо за внимание.